Привет! Если ты смотришь это видео, значит ты хочешь быть мотивированным, продуктивным и достигать классных результатов жизни. И сегодня я расскажу тебе, что такое мотивация с точки зрения нашего мозга, какой гормон отвечает за мотивацию и как можно те знания, которые я дам тебе сегодня, применить на практике, используя схему и достигать результатов намного быстрее, быть менее ленивым, апатичным, а наоборот быть энергичным, заряженным и идти до конца. А также я расскажу тебе, какое качество помогло мне достичь больших результатов. Итак, прежде чем мы начнем, я сразу скажу. Я не являюсь нейробиологом, у меня нет медицинского образования. И все, что сегодня я буду рассказывать, я изучал годами, использовал на себе, что-то у меня получалось, что-то не получалось. Но в итоге за годы работы я выявил для себя классную схему, которая может помочь тебе также изменить твою жизнь. Я являюсь фитнес-блогером и фитнес-тренером, который любит изучать сложную информацию, применять ее на практике и делиться этой информацией с вами. Именно эта информация помогла мне достичь хороших результатов в жизни. И с худенького парня, я был самым маленьким парнем в классе, самым худеньким, я смог построить вот такое тело. При учете того, что я не обладаю какой-то мощной генетикой. Это все тяжелый труд и знание схемы мотивации. При этом я также вышел на приличный доход, что позволяет мне путешествовать и жить за границей. Встречаться с классными девчонками, иностранками. У меня сейчас на данный момент вообще отношения с кореянкой. И помимо этого, конечно же, полностью обеспечивать свою бабушку. Так как я из бедной семьи, из нищеты выбрался, и у меня даже нет родителей. У меня воспитывала бабушка. Сразу скажу, это не успешные успехи, это прочая херня. Нет, мы вообще не об этом. Я просто рассказываю о том, что эта схема работает. Итак, приступим. Для начала. Вы знаете, что такое гормоны и зачем они нужны? Гормоны – это биологически активные вещества органической природы, которые вырабатываются в специализированных клетках желез внутренней секреции. Поступающие в кровь и оказывающие регулирующее влияние на наш обмен веществ, а также физиологические функции. Что это значит? Это значит, что наши гормоны влияют на наше поведение, на наше настроение, на наше самочувствие, сексуальное влечение и даже на наш характер. Но какой гормон отвечает за мотивацию? Дофамин. Это нейромедиаторы гормон, которые заставляют нас чувствовать удовольствие. Чтобы испытывать удовлетворение снова и снова, человек стремится повторять действия, которые приводят к выбросу дофамина. Дофамин вырабатывается больше всего на три вещи – секс, наркотики и еда. Секс и еда – это понятно, жить и размножаться, простые инстинкты. Но вот наркотики – об этом мы поговорим чуточку позже. Вообще, наша мотивация достигнуть успеха, если брать только эволюцию, строится на двух основных инстинктах – продолжительность рода и продолжение жизни. То есть, мы хотим долго жить и много трахаться. Все, что ты делаешь в своей жизни, достигаешь власти, успеха, денег, становишься профессионалом в своей сфере – все это по факту для того, чтобы доминировать над остальными и выбирать любую самку для секса. Я также строил на основном инстинкте продолжительность рода долгое время свою мотивацию, особенно когда мне было лет 16, 20, 25. То есть, в это время я хотел женского внимания, потому что в детстве у меня его абсолютно не было. Представьте, худой пацан, дрищ, у которого нет ни денег, у которого нет ни влиятельной какой-то семьи, то есть, у которого по факту не было вообще ни хрена. Меня в хер никто не ставил. Надо мной смеялись в школе, над моей дрищитой. То есть, представьте, глупый простой подросток, на которого не обращают внимания, не уважают, девчонки не оказывают никакого внимания, только лишь смеются и думают, что я какой-то неудачник. Естественно, я говорю сейчас про себя, меня это травмировало, и я понял, что все зависит только от меня. И чтобы я получил самое желаемое, а это внимание женщин, я должен развиваться. И это меня долгие годы мотивировало строить форму, благодаря чему я имею то, что имею. По факту, вроде негативный опыт, но сложился он более чем хорошо. То есть, я благодарен себе за то, что я сообразил, что я хочу секса, и ради секса я буду развиваться, как бы это ни звучало. Понятно, что это было не так осознанно, как сейчас. Я не знал, как работают гормоны, и не знал, как выстраиваться мотивация. Но сейчас я потихоньку буду вас подводить в схеме, объясняя вам все попутно, для того, чтобы у вас было полное понимание. Благодаря тому, что я хотел трахаться, я достиг больших результатов в жизни. И в отношении девушек тоже. У меня был не закрытый гештальт с девушками. И за последний год меня очень сильно понесло. Я жил в трех странах. Вьетнам, Таиланд и Южная Корея. И только представьте, за этот год у меня было столько женщин разных наций, что мне это просто снесло голову. У меня были немки, американки, вьетнамки, тайки, индонезийки, индуски, филиппинки, кореянки, казашки, русские и так далее. То есть, женщин разных наций. И мне это настолько снесло голову, что я ознакомился с женщинами каждый день. Я искал подход к разным женщинам, изучал их, что было очень интересным и огромным опытом для меня. Просто представьте, у меня даже была модель и финалистка конкурса Мисс Вьетнам. Но я отказал ей в отношениях. Сейчас у меня девушка кореянка, с которой мы месяц прожили в Сеуле. И в целом у нас сейчас все замечательно. Мне всегда было интересно, каково это, когда ты выбираешь лучших женщин и проводишь с ними время, а не бегаешь за ними, пытаясь получить их внимание. И слава богу, я достиг хорошего результата в общении с женщинами. Представьте, как жестко меня дофаминит и дает море мотивации только одно осознание того, что мне отказывались самые простые девочки, а сейчас я могу выбирать женщин самого высокого уровня. И вы скажете, ну а зачем ты нам все это рассказываешь? К чему это все? Зачем ты понтуешься? Мы и так поняли, что ты мотивирован и достиг результата. А я вас плавно подвожу к наркотикам. Объясняю, почему с этой дрянью лучше никогда не связываться. И как работает дофамин? Представим парня, который поднимает с нуля. Например, он устраивается в хорошую компанию мальчиком на побегушку. Спустя полгода тяжелой работы его повышают, например, до менеджера. Дают ему в подчинении 2 человека. При этом он видит, что его все хвалят. Его работу проделанную оценивают. Женщины больше начинают обращать на него внимание. И так далее. Больше зарплата. Конечно же, его начинает дофаминить. Выброс огромного количества дофамина. Все замечательно. У него еще больше мотивации. То есть мозг зафиксировал, ага, вот меня все хвалят. Ага, вот на меня обращают внимание женщины. Я начинаю доминировать потихоньку. Вот тебе еще больше мотивации, дорогой мой. Достигай еще большего успеха. Чтобы я кайфовал и ты мне давал больше выброса дофамина. Замечательно. Что делает дальше парень? Начинает дальше подниматься по карьерной лестнице. Например, спустя год он становится топ-менеджером компании. Начинает зарабатывать много. У него больше ресурсов. Больше подчиненных. На него внимания больше обращают женщины. Он получил уважение. Естественно, у него вырабатывается еще больше дофамина. И он хочет свернуть горы. Он понимает, что он хочет двигаться дальше. А дальше представим, что он совершил самую большую ошибку в своей жизни. Стал принимать наркотики. Например, героин. Только от одной дозы наркотиков выделяется огромное количество гормонов радости. В десятки, в сотни, даже в тысячи раз превышающие обычное достижение цели. Или даже секса с самыми лучшими и красивыми женщинами в этом мире. То есть, ничто так не повышает уровень дофамина, как наркотики. Что делает мозг с этой информацией? Он фиксирует и думает. Охренеть. Я вот для того, чтобы подняться по карьерной лестнице. Стать топом. Чтобы на меня внимание обращали женщины. Чтобы я там получил море ресурсов. Я вот столько энергии потратил. Для того, чтобы получить вот столько кайфа, вот столько дофамина от всего того, что ты делаешь. А теперь я поставил вот одну дозу героина. И получил вот столько вообще кайфа дофамина. При учете того, что затратил вот столько количества энергии. Естественно, мотивации у этого человека достигать дальше успеха в жизни не будет. Его единственная мотивация это будет достать дозу и швырнуться. То есть, представьте, как мозг работает неисправно. При этом у человека было все. И он теряет все в один миг. Потому что он не может слезть с иглы. Таких примеров огромное множество. Причем в разных сферах. В сфере бизнеса. В сфере топовых менеджеров. Которые начинают расслабляться и ширяться всякой дрянью. В сфере актеров популярных. Спортсменов и так далее. То есть, по факту, эта дрянь просто убьет то, над чем ты работал годами. Исходя из того, что мозг работает неисправно. И мозг дает тебе дальше мотивацию только достать дозу. Вот представьте, наркоманы это самые мотивированные люди. Только мотивированные в плохом свете. Они готовы убивать. Они готовы обманывать. Они готовы любым способом достать дозу. Воровать и так далее. Обманывать своих близких. Поэтому никогда не связывайтесь с наркотиками. Это то, что убьет вас и сделает вашу жизнь и ваших близких совсем несчастными. Ну а что такое ломка? Благодаря гормонам нейромедиаторам, гормонам счастья, теми же эндорфинами, мы не чувствуем боль, которую должны ощущать от любого движения. Просто представьте, даже двигая пальцами, мы должны испытывать боль, потому что у нас кости трутся об кости. Но мы не испытываем, потому что у нас вырабатывается нужное количество нейромедиаторов. Что случается с наркоманом? Когда мозг фиксирует огромное количество гормонов счастья, естественно, он прекращает вырабатывать свои гормоны счастья, нейромедиаторы. Дофамин, серотонин, эндорфины в нужном количестве. Потому что мозг думает, зачем мне что-то вырабатывать, когда мне дают извне в огромном количестве. Что случается, когда человек отказывается от наркотиков? Его нейромедиаторы не вырабатываются в нужном количестве. И из-за этого он чувствует дикую боль даже от того, что он двигает пальцами. Я настоятельно рекомендую вам посмотреть фильм «Дневник баскетболиста». Это история основана на реальных событиях, где у парня были большие возможности играть в баскетбол, стать профессиональным атлетом, но в итоге его сгубили наркотики. В главной роли Леонардо Ди Каприо, который идеально справился со своей ролью. Там как раз вы увидите, как главный герой упал на самое дно и готов был сделать все ради дозы, а также как он пытался бросить наркотики и какую боль он испытывал от лома. Как же больно. Есть еще один легальный наркотик, который я никогда и никому не рекомендую пробовать. Это азартные игры. Например, ставки на спорт, либо казино, которые знают психологию человека и как работает мозг человека, благодаря чему используют это на максимум. Вы когда-нибудь общались с человеком-игроманом, который не может остановиться и постоянно проигрывать деньги в букмекерских конторах? Так вот, 90% из них скажут, что лучше никогда с этим не связываться и тебе повезло, если твоя ставка не сыграла. Представьте, как пользуются букмекеры и казино. Они дают тебе право выиграть и забрать деньги. Но что происходит с твоим мозгом? Он фиксирует огромный выброс дофамина. И тебе кажется, что ты взломал систему, что ты-то знаешь, как зарабатывать на этом. И сейчас ты всех обманешь и станешь успешным и богатым и получишь все ресурсы этого мира. Но как бы не так, ты попался на удочку. Потому что из-за твоего выигрыша у тебя огромный выброс дофамина зафиксирует это. И ты попадешься на крючок, постоянно-постоянно ставя, но уже будешь проигрывать. Поэтому повезло не тому, кто выиграл в казино, а повезло тому, кто проиграл в казино. Тем самым, поняв, что это все очень плохо, испытав негативные эмоции и никогда уже с этим не связывался. Поэтому, если ты выиграл в казино, либо в покер, либо еще в какие-то азартные игры, не радуйся. Потому что это может закончиться для тебя очень печально. Не связывайтесь ни с алкоголем, ни с наркотиками, ни с азартными играми. Это все для 99%, если не для 100%, заканчивается очень печально. Но на что у нас вырабатывается также огромное количество нейромедиаторов. Того же дофамин. Тикток, ютуб, шортс. В общем, контент, который является развлекательным. Почему так происходит и почему ты можешь листать короткие развлекательные видео часами? Вот ты вроде думал, сейчас посижу, 5 минут посмотрю развлекательные ролики, а это все затягивается просто на часы. При учете того, что у тебя много незаконченных дел, но ты уже понимаешь, что тебе ничего не хочется. Все так же вырабатывается огромное количество дофамина. Но почему именно на такую фастфудную информацию выделяется дофамин? Это эволюция. Так сформировался наш мозг. Информация помогала нам выживать. Благодаря чему мозг вознаграждал нас большим уровнем дофамина. Давайте представим до нашей эры время. Двух пещерных людей. Например, Игнат и Аристарх. Игнат встречает Аристарха и говорит. Аристарх, не ходи на озеро, там тигр двоих наших съел. Естественно, в этот момент у Аристарха выделяется огромное количество дофамина. Мозг вознаграждает дофамином человека, гормонами радости. Потому что эта информация помогла ему выжить. Но сейчас в наше время мы не видим хищников и так далее. Эта информация, то, что мы используем на каждый день, она не помогает в основном нам выживать, а делает только нашу жизнь где-то даже хуже. Потому что мы сейчас используем информацию, а точнее получаем информацию, буквально в тысячи раз, в десятки, в сотни тысяч раз больше, чем получали наши предки. Просто представьте, как наш мозг работает неисправно на данный момент. За миллионы лет эволюции наш мозг не готов к такому количеству информации. И работает неисправно. Благодаря чему вы ленитесь. Вот и все. Сейчас за сутки человек получает информацию столько, сколько получал бы пещерный человек за годы. Представьте, насколько ее много. И почему мы все-таки предпочитаем какие-то короткие ролики с нарезками стендапов и прочей развлекательной херни, чем посмотреть какие-то лекции, например, по той же истории. Все просто. Инфосфудную информацию мозг воспринимает намного проще и не тратит много ресурсов для того, чтобы ее получить. Вот и все. То же самое касается новостей. Нас очень привлекают новости, потому что там 90% негативной информации, а негативная информация по факту помогает нам выживать. Фильмы, сериалы тоже относятся к этому разделу информации. И вы скажете, хорошо, Игорь, мы поняли насчет наркотиков, их нужно полностью исключить. Но что касается новостей, тиктока и вообще информации, неужели ее нужно полностью исключать? Сейчас я расскажу вам все, от чего вырабатывается дофамин больше всего, и мы разберем эту тему дальше. Но вернемся к еде. Почему наш мозг вырабатывает огромное количество дофамина, когда мы едим? Конечно же, инстинкт выживания. Но почему мы предпочитаем пищу, в которой содержится огромное количество жиров и сахара? То есть обработанную пищу, такую как шоколадки, конфетки, кока-кола, разные газированные напитки, бургеры и так далее. Нежели курицу с гречкой съесть. Все просто. Эта пища очень калорийна. А наш организм любит калорийную пищу, потому что это способствует выживанию. Вообще, сейчас у нас общество потребления. Почему у нас так много толстых людей? Не потому, что у нас кость широкая. Не потому, что у нас с метаболизмом какие-то начались проблемы в 21 веке. Нет, количество пищи, вот и все. То есть дело только в потреблении. Просто представьте, у того же Игната и Аристарха не было такой возможности и такой пищи, как сейчас. Изобилие. Они даже мечтать не могли, что можно есть каждый день много вкусной пищи и кайфовать от жизни. Что делали Игната и Аристарх? Они очень много охотились, чтобы добыть себе пищу. Помимо этого, они очень много ходили. По 10-20 км в сутки. Представьте, как это много. Они очень много двигались, чтобы выживать. Чтобы их не схватил хищник. И для того, чтобы есть. Собирали ягоды, грибы, фрукты и так далее. Возделывали землю потихонечку. То есть представьте, как много калорий человек тратил для того, чтобы добыть калории. Либо сейчас. У нас сидячая работа. Многие работают на дому, даже не выходят из дома. А если выходят из дома, то садятся в машину и едут работать в офис. Где также они сидят и ничего не делают. Я имею ввиду физическую активность. Разница между поколениями, насколько она огромная. Раньше добывали пищу, чтобы выжить. Сейчас добывают пищу, даже не добывают, а едят пищу, чтобы просто получать удовольствие. Наши предки о таком и мечтать не могли. Давайте даже возьмем поколение, которое жило 100 лет назад. Сколько калорий они тратили? Просто уйма. Нужно было наколоть дров, для того, чтобы растопить печку. И было тепло. Нужно было возделывать землю, для того, чтобы садить ту же картошку. Помимо этого, нужно было скормить скотину, ходить на речку, стирать свои вещи, принести воду из колодца и так далее. Расход калорий просто максимальный. Что у нас сейчас? Мы ничего не делаем, мы только потребляем. Пришли в магазин, купили, вышли, все. Даже уже в магазин не ходим, заказываем пищу надо. И дело в том, почему у тебя жир сейчас. Дело не в том, что ты замедлился, обмен веществ замедляется и так далее. С точки зрения вообще науки и научных исследований, наш метаболизм практически не замедляется с возрастом. Вот какой он у тебя был в 20 лет, практически такой же он остается у тебя и в 50. Но в чем разница? Почему ты в 20, вот как мне клиенты многие говорят, вот Игорь, я в 20 лет ел все подряд, и знаешь, я не толстел. А сейчас я немножко понюхал пищу, уже растолстел. Но дело не в том, что у тебя метаболизм замедлился, а дело в потреблении и расходе энергии. Когда ты был молодым, ты расходовал намного больше энергии, чем сейчас. У тебя не было машины, ты ходил пешком, не было денег, чтобы много есть. А сейчас ты обладаешь большими ресурсами. Естественно, тогда ты много двигался, занимался каким-то спортом, учился, что расходует много энергии. Сейчас ты спортом, скорее всего, не занимался. Поэтому даже если у тебя осталось потребление на том же уровне, как и в 20 лет, у тебя расход энергии намного уменьшился. Все. Нет никаких костей широких, нет никаких замедлений метаболизма. Все дело только в расходе и потреблении энергии. Двигаемся дальше. Компьютерные игры. Почему нас дофаминят от компьютерных игр? Все просто. В компьютерных играх мы можем жить той жизнью, которой мы никогда бы не жили здесь. Мы можем делать там все, что угодно. Вспомните, например, ту же ГТА. Мы можем вытащить человека из машины и сбить его, сесть в эту тачку, причем в любую, какую вы хотите. Ездить, избивать людей и делать, что вы хотите. То есть полное доминирование. У вас выделяется огромное количество дофамина и серотонина. Вообще, наш мозг говорит нам всегда, доминируй хотя бы в чем-то. Доминируй хотя бы в чем-то. Делай что-то, в чем ты можешь быть успешным. Для того, чтобы получить наибольшее количество ресурсов. И мозг не отличает. Происходит это в реальной жизни или виртуальной жизни. Вот почему многие люди, которые не достигают больших успехов в жизни, уходят в виртуальную реальность. Компьютерные игры. Потому что в этой жизни он не достиг больших успехов. Он работает, например, обычным грузчиком. Я не знаю, там, охранником и так далее. Но зато в игре он может делать абсолютно все, что он захочет. В игре он может быть эльфом какого-нибудь 80 уровня. И растаскивать всех подряд. То есть доминировать полностью над остальными. Все. Его мозг это видит, фиксирует. И ему намного интереснее находиться в виртуальной реальности, чем в нашей настоящей реальности. Вот и все. Так работает наш мозг. Порно. Деликатная тема. И я правда считаю, что порно разрушает и делает мужчин просто безвольными и слабыми. Почему так происходит? Дело в том, что мозг не различает. Происходит все это соитие виртуальной реальности или с тобой наяву? Для того, чтобы знакомиться и заниматься сексом с девушками, тебе нужно потратить вот такое количество ресурсов. Во-первых, ты должен уметь общаться с женщинами. А для того, чтобы научиться с ними общаться и их соблазнять, ты должен получить очень много отказов. То есть пройти через жопу, прежде чем достигнуть в этом деле успеха. Также ты должен более-менее хорошо выглядеть, одеваться, зарабатывать и так далее. Все это мы понимаем для того, чтобы доминировать над остальными. Огромное количество ресурсов, чтобы получить вот столько дофамина. Что же касается порно, то здесь все наоборот. Ты затрачуешь вот такое количество ресурсов, просто видя порно в гугле и выбирая любой порно-сайт на твой вкус. После чего ты выбираешь любую категорию на свой вкус. Пусть это будут мамки, негритянки, азиатки, китаянки и так далее. То есть все, что душе угодно. В порно ты можешь воплотить любую свою фантазию. И мозг будет думать, что это происходит наяву. И когда мозг думает, что хорошо, вот ты мастурбируешь, можешь несколько раз мастурбировать на разных женщин по факту. Мозг думает, зачем мне тратить вот такое количество энергии, знакомиться с девушками, проходить через жопу, учиться чему-то новому и столько вот получать кайфа. Когда я могу вот столько же кайфа получать, а даже больше затрачиваю, вот всего лишь вот такое количество энергии. И ты не понимаешь после, почему же у тебя нет мотивации знакомиться с девушками. Почему ты боишься девушек, почему ты в целом боишься достигать успеха и ленишься. Все просто, потому что мозг максимально пытается сохранить энергию, пытается максимально тебя спасти от негативного какого-то опыта и так далее. Тем самым говоря, слушай, ну зачем нам париться? Включи порнушку и подрочи. Все, вот почему у тебя нет энергии даже в течение дня. Все просто, ты даешь огромное количество дофамину своему мозгу, причем бесплатно. Вот сейчас мы как раз таки подберемся к самой интересной теме, как можно использовать эти знания, что я тебе дал. Но вернемся к вопросу, которым вы задавались в середине ролика. Неужели нужно все исключить? Если с наркотиками все понятно, то что делать с фильмами, сериалами, ютуб шорцами, тиктоками, новостями, помимо этого компьютерными играми, которые мы все так любим. И я в том числе. Я очень люблю компьютерные игры. Я проходил сталкер в свое время на раз так 20 и жду сталкер 2. Если ты тоже любишь сталкер, то пиши в комментариях. Нет, не нужно ничего исключать полностью, хотя безусловно алкоголь я бы исключил. Порно я бы хотя бы максимально сократил, для того, чтобы у вас было больше энергии и помимо этого больше желания знакомиться с женщинами. И строить счастливые отношения. Ну, либо пробовать женщин, как я это делаю. Тут на ваш вкус. Что касается дофамина. Дофамином. Вы даете дофамин мозгу бесплатно, а я даю ему за дело. Сейчас я вам расскажу схему, которая работает на мне и дам вам понимание, как можно подобрать схему под себя. Представьте, вы каждый день листаете ленту, смотрите фильмы, сериалы, слушаете музыку, на что тоже вырабатывается большое количество дофамина. Бесплатно. И мозг думает, раз ты мне даешь все бесплатно, условно зарплату мне бесплатно даешь, зачем мне что-то делать, чтобы получать дальше кайф, который ты мне и так дашь бесплатно. И вот, исходя из этого, ты не понимаешь. Вроде у тебя было энергичное утро сегодня, а вечером тебе делать не хочется ничего совсем. Все просто. Ты перекормил свой мозг дофамином. Причем бесплатно. Как делаю я? Представим мой распорядок дня. Я просыпаюсь в 6.30 утра, приблизительно без будильника, живу по режиму, я уже привык, поэтому замечательно себя чувствую. Первым делом я не иду завтракать, либо есть какие-то вкусняшки и не тянусь за телефоном. Потому что я уже давно понял, если я сейчас буду смотреть свой телефон, я зайду опять в какие-нибудь YouTube шорты, буду смотреть отрывки Данила Поперечного со стендапа, и это закончится тем, что я проваляюсь 1-2 часа, ничего не сделаю. Такой сценарий мне не нужен, он непродуктивный. Что я делаю? Я делаю следующее. Просыпаюсь, я буквально 10 минут прихожу в себя, не беру телефон в руки, чтобы не раздражаться и так далее, и не потерять время. Думаю о планах на сегодняшний день. После того, как я немножечко обдумываю и проснулся, я занимаюсь английским в течение часу-полтора. Выполняю задания, которые дает мой учитель, учу слова и так далее. И вот только тогда, когда я учу английский, тем более утро самое продуктивное время, мозг работает хорошо и воспринимает информацию, после этого я иду завтракать. То есть по факту завтрак, на что у меня вырабатывается также большое количество дофамина, я даю не бесплатно, типа вот проснулся и ешь, а даю за то, что ты учил английский язык. Мозг это все фиксирует. Ага, я сначала английский поучил, он меня покормил. Поэтому давай-ка я дам ему больше мотивации учить английский, чтобы он меня кормил. Что происходит в следующем? Дальше я начинаю работать. Приблизительно работаю 3-4 часа со своими подопечными. То есть расписываю программы, задачи ставлю на неделю, сколько пожать, с какими весами работать в каждом упражнении. Я всю периодизацию выстраиваю каждому подопечному. Помимо этого отвечаю на вопросы ребятам, скидываю технику упражнений, питание составляю. В общем, полностью беру за ручку человека и веду к результату. Результаты моих подопечных, я думаю, что вы сами знаете. Результаты пушка-бомба. Поэтому я в принципе тренер, к которому обращаются очень много людей. И на этом я, давайте скажем, построил уже хорошую карьеру. Но речь не об этом. Я работаю с подопечными, работаю очень много, мозговая активность большая. И естественно, чтобы у меня было больше мотивации, что я делаю после? После того, как я поработал, я позволяю себе 30 минут посидеть в социальных сетях. Засекаю время и сижу. После того, как я посидел в социальных сетях, то есть подкормил мозг дофамином. Мозг также думает, ага, вот я сделал такую работу мозговую. И он меня кормит вот таким вот кайфом, дофамином в виде фастфудной информации. Все супер, я ему дам больше энергии. Дальше я иду в зал. И только во время тренажерного зала, когда я тренируюсь, я слушаю музыку. Никогда больше. То есть это мое вознаграждение, это дофаминовая связка, которую я привязал к тренажерному залу. Слушать музыку только во время тренировок. А также я пью вкусные напитки. Например, элькарнитин, который я не верю в действие элькарнитина, но не об этом ролик. Он просто очень вкусный на сушке, потому что не имеет калорий. Либо я пью какой-нибудь изотоник во время набора мышечной массы, для того, чтобы также была какая-то вкусненькая водичка, которая меня ободрит. То есть вкусный напиток я позволяю себе только во время тренажерного зала. Что также мозг мой фиксирует и понимает. Да, у меня кайфово, я получаю кайф, вот тебе больше энергии на тренировке. Что происходит дальше? После того, как я прихожу домой, я снова ем. Но я позволяю себе съесть вкусный протеиновый потончик. И делаю это так, что как бы сам себе говорю, да, условно мозгу говорю, что это тебе вознаграждение за то, что ты сделал сегодня много работы. Вот тебе вот такая вот вкусняшка. На наборе мышечной массы понятно, что я могу съесть какую-нибудь штуку более калорийную. Сникерс и так далее, да. Что также я привязываю дофаминовой связки, чтобы мозг ассоциировал этот кайф, что ему дали за дело. То есть по факту мы приучаем свой мозг давать нам мотивацию, энергию за кайф. То же самое, как мы воспитываем собачку. Да, вот дай мне лапку, возьми вкусняшку. То же самое с мозгом. Мы потихоньку его программируем на то, чтобы он нам давал море энергии на наши дела, получая кайф взамен после. Это очень хорошо работает. Это то, что позволило мне дойти до хороших результатов жизни. Потому что только лишь на одной, давайте так скажем, дисциплине можно уйти. Но это будет очень тяжело. Дисциплина помогала мне. Мы до нее дойдем сейчас. Это то качество, без которого невозможно в жизни. Но двигаясь только на дисциплине, вы все равно быстро выгорите. Поэтому те знания, которые я даю сейчас, обязательно применяйте на практике. Что дальше? Дальше я смотрю какую-нибудь серию сериалов. Позволяю себе отдохнуть, как после тренировки. После того, как я поел. Тоже вознаграждаю свой мозг. После я еще часик-два работаю. Но работа у меня уже не такая мозговая, как с утра. Потому что мозговую активность я полностью трачу с утра. После работы дальше я опять ужинаю. Ем, съем какую-нибудь вкусняшку, которую я себе позволяю, как тоже за работу. И иду в горячую ванну. Горячая ванна это некое расслабление за то, что я провел продуктивно хороший день. Все. Я отдыхаю, кайфую и понимаю, что день выполнен хорошо. Тем самым я реально очень счастлив. То есть я выработал свой день так, чтобы я был максимально продуктивен. Ложусь спать рано в 10-11 вечера. Просыпаюсь в 6 утра, мой мозг очень хорошо утром работает, очень продуктивно. Я впитываю информацию, я так активно учу английский язык, что у меня получается. И в целом я успеваю за день делать намного больше, нежели если бы я ложился в час-два ночи, как я это делал ранее. Просыпаюсь даже в 10 вечера. Сплю даже те же 6-7-8 часов, но не высыпаюсь так, как я делаю, когда я ложусь рано. Все. Поэтому дисциплина тоже залог успеха. Как и использовать всю эту схему. Эту схему вы можете подобрать под себя. То есть, например, вам нужно помыть посуду, не давайте мозгу вкусняшку просто так. Помыли посуду, пропылесосили, только потом позволили себе посидеть в социальных сетях. Это очень работает. Мост начинает быстро адаптироваться и понимать, за что ему дают кайф. То есть не давайте кайф бесплатно. Если мы будем собачке давать корм бесплатно, не учая ничему, она ничему не научится. А вот представьте, вы даете ей корм, говорите, дай лапу. А зачем ей давать лапу, если вы ее кормите и так любите, и так, и так далее. Давайте ей заделать. Вот. Поэтому эта схема идеально работает. Попробуйте ее. Все мои подопечные сидят на этой схеме и все отмечают то, что они стали намного продуктивнее. Но я сразу скажу вам, что бывают дни, бывает время, когда все равно мотивации не хватает. Какую бы вы схему классную не придумали для себя. Это нормально. Мы не можем быть всегда мотивированы, даже используя эту схему. Вот здесь как раз-таки нужно только одно качество, которое поможет вам достигнуть успеха. Это дисциплина, без которой в наше время никуда. Потому что в наше время очень много отвлечений. От социальных сетей до вкусной еды, до порнографии, которая может вас затянуть не в то русло. И в целом даже очень сильно испортить вашу жизнь. Поэтому без дисциплины можно пропасть в этом мире. И когда я просыпаюсь рано утром, я не думаю, что вот хочу я сегодня, имею я вдохновение учить английский и так далее. Я просто беру и делаю. Потому что на вдохновении, по факту, может делать даже дядя Вася алкоголик из соседнего подъезда и добиваться успеха. Гораздо интереснее и гораздо больше уважения вызывает тот человек, который делает тогда, когда ему не хочется делать. Потому что он понимает, что нужно. Поэтому, ребята, дисциплина, она также будет вам помогать. То есть мы используем 70% условно, 60-70% схемы вывозим на ней и 30-40% мы вывозим на дисциплине. Да, как ни крути, дисциплина нам нужна. Я вообще вам скажу следующее. Оставайтесь голодными, живыми и свободными. Если вы будете позволять себе расслабляться, позволять себе радость на постоянной основе, то ваша жизнь превратится в полную какашку, и вы ударитесь в то, что будете искать смысл жизни. Вы ударитесь в то, что вы не будете наслаждаться жизнью. Но поверьте, когда вы будете кормить себя кайфом, таким вот кайфом, дофамином за дело, и будете дисциплинированы, уберете все лишнее из вашей жизни, будете ложиться рано, тренироваться, не будете ждать вдохновения, а идти на дисциплине, когда даже этого не хочется. Ваша жизнь поменяется на все 180 градусов, вы станете намного продуктивнее и даже счастливее. Это информация в миллион процентов. Дисциплина – это путь к себе и путь к тем целям, которые сделают вас действительно счастливыми. Без дисциплины невозможно достичь результата. К сожалению, это так. И многие думают, вот я жду вдохновения, чтобы с понедельника пойти в тренажерный зал. Или вот я жду нового года, после нового года я пойду в тренажерный зал. Вот ближе к весне я пойду в зал, чтобы подготовить свое тело к лету. Это все ерунда. Вы ждете вдохновения, которое не приходит само. Дело в том, что многие ошибаются, когда думают, что сейчас придет вдохновение, а потом я начну действовать. Но все наоборот. Сначала действие, а потом приходит вдохновение, и вы потихоньку меняете свою жизнь. Запомните, сначала действие, дисциплина и действие – то, что реально поменяет вас. Я еще раз повторю, что я не являюсь доктором биологических наук, нейробиологом, ученым и так далее. Всю информацию я изучаю сам, пропускаю через призму своего опыта и делюсь ею с вами. Насколько у меня получилось передать вам хорошо эту информацию, насколько этот ролик поменяет вашу жизнь, и насколько получилось у меня донести, самое главное, эту информацию простым языком, вы можете написать в комментарии и также в комментарии указать, что вы хотите, чтобы я разобрал дальше. Ведь я работаю на вас, по факту, и вы заказываете музыку, а я ее исполняю. Мои дорогие, вы знаете, что я являюсь фитнес-тренером и даю крутые результаты своим подопечным. Поэтому, если вы хотите быстро набрать мышечную массу, либо похудеть под моим руководством, вы можете это сделать. Но я рекомендую вам прочитать статью о системе АБСТ, благодаря которой я сделал свою самую лучшую натуральную форму, и также форму при приеме в фармакологию. Сейчас я сделал свою самую лучшую форму и очень этим горжусь. Благодаря системе АБСТ. Это самая рабочая система, по которой я тренировался за 14 лет тренировок. Об этой системе вы можете прочитать по ссылке в закрепленном комментарии, либо по ссылке в описании к этому ролику. Сразу предупрежу вас, что, используя эту систему, вы действительно добьетесь результата, но нужно использовать ее в точности так, как я о ней описываю. Поэтому читайте подробную статью, используйте эту систему и набирайте мышечную массу. Если вы хотите под моим руководством набрать мышечную массу, либо похудеть, вы можете написать мне сообщение в директ инстаграма, либо в ПК, в телеграме, и я с радостью с вами поработаю, сделаю из вас шварценеггера, как говорится. Также я написал книгу «Страсть внутри меня. Искусство соблазнения. От обычных девчонок до мисс Вьетнам», где я подробно рассказываю, как я знакомился с девушками, чем нации отличаются между собой, какой подход нужен кореянкам, а в чем минус менталитета вьетнамок, например. Я выложил эту книгу, первую главу книги, которую вы можете прочитать абсолютно бесплатно. Как раз я описываю мисс Вьетнам, как я с ней познакомился, соблазнил, какие ошибки сделал, что я сделал хорошо, что плохо, чем закончилась наша история, и вы даже найдете там стихи, которые я ей посвятил. Вы можете прочитать главу моей книги по ссылке также в телеграм-канале, глава абсолютно бесплатна. Там же вы можете оставить честный комментарий, стоит ли мне выпускать эту книгу. Пока что там только положительные комментарии, и люди ждут выхода, на что я очень удивлен и, в принципе, этому рад. Поэтому прочитайте первую главу, я думаю, вы кайфанете, я там написал все как есть, написал чувства, эмоции, даже приложил фотографии. Сразу скажу, фотографии девушки мне разрешили использовать мои книги, поэтому книга получилась с переписками фото, очень живой и очень откровенной, без какой-то либо грязи, пикаперской, унижения девушек и так далее. Книга очень эмоциональная, очень живая и даже понравилась очень многим девушкам, что меня очень радует. Поэтому, ребята, хотите накачаться, переходите по одной ссылке. Хотите почитать первую главу книги, переходите по другой ссылке. Но я вам рекомендую и прочитать про систему АБСТ тренировок, и помимо этого рекомендую прочитать первую главу моей книги. Все ссылки вы найдете в описании, а также в закрепленном комментарии. Пора прощаться, искренне всех обнимаю, спасибо вам за то, что посмотрели этот ролик, и обязательно применяйте эту схему на практике, будьте мотивированными, дисциплинированными и достигайте больших результатов в жизни. Всем пока!